Привет всем! Сегодня 29 июня 2022 года. Хочу показать вам свои розы Сачандэс Бьюти. Вот такой огромный куст и еще два Мархензаубер и Шлосойтин. Шлосойтин уже наверное метр пятьдесят. Посадка 19 года из Росрозы Сажениц. Чандэс Бьюти раскрывается вот таким огромным цветком, показывает свою серединку. Специально посадила здесь три куста в одинаковой белой розово-персиковой гамме. Вот это вот цветок Мархензаубер. Вот такая большая розетка. Клематис уже интегрифолия. Зацвел, доцветают последние пионы. И это пион. И начинает цвести розочка Нью-Дун. Огромный массив из двух роз. Не я одна отмечаю, как в этом сезоне удивительно встретились с цветением пионы и розы. Это пион травянистый white ivory. Здесь Чарльз Остин, Эмили Бронте. Пониже Чарльза и рядышком Крукус Роуз. Крукус Роуз и Чарльз Остин где-то тоже метр пятьдесят, метр шестьдесят. Ханс Геневрин. У меня здесь два куста. Вот этот и дальше. И между ними Алвик Роуз. Аскот. Скоро поразит своим цветением. На переднем плане от Аскота герцогиня Кристиана. Это все Ханс Геневрин. Широко раскинулся. Небольшие круглые бутоны. По цвету похожи. Санвик Роуз. Но Алвик потеплее. Потеплее розовый. Здесь цветет розочка Мами Блю. Чары гибридные. И очень-очень-очень ароматные. Здесь лавандр Пиноккио. И скоро зацветет Блю Гелл. Ну и наконец я увидела цветение Дистан Драмс. Саженцы из Нью-Джерси. К сожалению цветок зажат между побегами и другими бутонами. Изумительной красоты переливы. Все-таки разглядеть можно. Здесь зацвела Сильвер Клауд. Тоже такая дымчато-пепельная серебристая розочка. Очень долго держит цветок. Поэтому уже три дня. А это второй саженец тоже Сильвер Клауд из Нью-Джерси. Здесь Амаша Барбара. А напротив Элди Брайт Вайт. Два саженца из Нью-Джерси и Прус Роза. Вот что-то у меня случилось с некоторыми розами. то ли так обработки. Попортили листы некоторых роз. Обрабатывала я достаточно давно. Уже, наверное, дня четыре назад. А проявилось это только сейчас. Обожженные такие листики. Молодые. Ну, понаблюдаю. Они Дюпрей. Долго держит цветок. Одна из красивейших желтых роз. Ну, и Чепендел, конечно. Обилен, как всегда. Шато Барбероль скоро расцветет. Из Рос Розы саженец посадка 20-го года. А это Поль Батюс. И за ним замок черники. Попытаюсь его притянить. Действительно, как будто в молоко добавили ягоды черники. Но получился такой нежно-черничный цвет. Здесь роза Бургунди Айс. И очень пострадал у меня куст старинной розы Баронжа Роделейн. Вот прям весь вот такой. Хотя, если я обрабатывала, то обрабатывала все розы вместе. И вот Бургунди Айс. Нормальные листва. А у этого бедолаги вот такая. Баронжа Роделейн катастрофически пострадал. К сожалению. Цвет у него похож на цвет Твойной Зон. Сейчас я ее покажу. Темная вишня. И Бургунди Айс. Бургунди Айс. Бургунди Айс. Бургунди Айс. Бургунди Айс. Скоро зацветет Бердрансар. Мария Терезия. А пока продолжает Оливия с Клематисом. Затемлю. Начинает Леонардо да Винчи. Розочка Лаванд Райс. В этом году вымахло сантиметров 60, наверное, 70. Это Руза, подпишу название, забыла, это не Ice for you, а Ice for you немножко другая, ну и Оливия, кстати, у Оливии тоже вот с листвой какие-то проблемы, не понимаю, что бы произошло. Ничем таким суперагрессивным я не обрабатывала. На двух моих больших розариях сейчас вот такое цветение. Чарльз Дарвин. За ним Лиз Демона, Панстенемон. В середине Чиппендейл второй, вернее, первый. Баскубель. Баскубель. Не могу налюбоваться. Аромат очень сильный. Спириту Фридом. Энджелайса, вот эта розочка. Небольшая роза переднего плана. Очень хорошо здесь вписалась вместе с Лавандер Айс. Вот это для контраста и сравнения розочка Ice for you. Белые лепестки снаружи и внутри сливовые. Все еще цветут пионы. Бардзелла на переднем плане, а на заднем Garden Treasure. Лимонный цвет. Лимонно-зеленый, я бы даже сказала. Холодный. Переходя от Golden Celebration к Poets Wife. Родаль. И розочку Blue for you. И распустились огромные цветы розовьё с той идей сада. Спириту Freedom. Напротив малышка Грейс. И над ней склонилась Марикюрия. Марикюрия. Здесь рядом принцесса Маргарет. Трипсы я не вижу, кстати говоря. Дамы Джоди Дэнч. Леди Шалот. Восхитительная роза. Рядом Summer Song. Насыщенный оранжевый цвет. Леди Шалот. В ножках у неё оранжевый мозг. Ледок. Совершенно миниатюрная розочка. Она у меня уже год третий, наверное. Ну вот. Выше не вырастает. Чайно-гибридная от Кантау Джаз Джоуи. Великолепный персиково-оранжевый цвет. Это её бутон. На заднем плане Абрахам Дерви. Это его бутон. Королева Швеции. И здесь у них прекрасный получился дуэт. с Twilight Zone. Августа Луиза. Такая пампушка. Вот это её же побег. Хайди Клу. Готовится к цветению. С другой стороны Леди Шалот. Мари Кюри. Всё ещё цветёт Толбяк. Красиво роняет свои лепестки. Дальше Шон Вон Зи. Мадам Десталь готовится. Жанка кто одним цветочком по своим прекрасным уже зацвёл. Шон Вон Зи от насыщенного персиково-орозовый. Мельен Ги Йо готовится. Это Мишель Бетросян. Очень рекомендую эту розу. У меня даже два куста. Вот один небольшой из элит, а другой побольше, но я не помню откуда. В общем, даже два саженца приобрела. Розочка Джаз. И цветёт достаточно устойчивыми цветами. Такого зафирного сложения. Похоже, кстати говоря, на сложение лепестков у Грейс. Домейн Де Курсу. Ну и, конечно, здравствуйте. Посажена в прошлом году, по-моему, осенью. Пока ничего не могу о ней сказать. Но побегов она дала очень много. Наблюдаю за ней. Цветы устойчивы к жаре. Домейн Де Курсун. Вообще, я взяла как тени вносливую розу. Хотела посадить её в тень. Но потом концепция поменялась. И я её посадила, в общем-то, в достаточно приличное солнце. Дженни Расгарднер и компания с букет Порфея и Хевенли Пинг стоят пока в задумчивости. Так интересно, что они все втроём ещё не распустились. Но потом должно быть красиво. Вот свести все вместе. Договорились, наверное. Домейн Де Курсун. Перехожу к своей арке. И здесь зацвёрт потрясающий. Брат Катфайль. Англичанка прошлого года. Посадка. Невероятный, потрясающий аромат. Ни на что не похожий розовый аромат. Вот пришлось подвязать к опоре. Так, и здесь Александра Кенская. За ней Тизинг Джорджия и Принц. Пожалуй, я сейчас соберу все цветущие на данный момент цветы насыщенных роз. Насыщенного вишнёвого цвета или тёмного, или тёмно-магентового и сравним. Клэр Матэн. Очень устойчивая роза. Я её снимала, кажется, дня три назад. Ещё ни одного лепестка под кустом нет. Филигонт. И, наконец, зацвела безленный филигонт. Практически бесшипная роза Рамлер. Но и без аромата. Но всё равно очень красивая. Масса цветов у неё будет потрясающая. Тизинг Джорджия. И с этой стороны Принц. С правой стороны арки вовсю светёт Джеймс Голвей. Не перестаю им любоваться. Замечательная, красивая роза. От бутона полураскрытого до полного раскрытия. Мэри Роуз. Монстед Вуд. Здесь я подсадила к нему поближе шалфей аметист. Вот так он выглядит. Высота заявлена 50-60 см. Юстейси Вай. Недавно посаженный саженец. Мэри Роуз. Вот так себя чувствует. Очень недолго, конечно, держит цветок Мэри Роуз. Но очень ароматная и красивая. На заднем плане мускусный гибрид Проспертия. Достаточно взрослая старинная роза. Очень хорошо нарастает. Я бы сказала, что достаточно морозостойкая. Я её не очень сильно укрывала. На неё совсем не осталось сил. Как-то так побросала лутросил. Прижала с четырёх сторон и всё. Даже не пыталась как-то торцы закрыть. Но очень обильная, красивая роза. Пейзажная. Ну и дальше Ангела Малышка. Посадка прошлого года. И... Галерина. Салли Холмс. Тоже посадка прошлого года. Необычайно большой простой цветок. Почти без аромата на мой нос. Так. Вот такие розочки я получила из питомника из Оренбурга. Вокруг роз. Это розы зимней прививки. Три саженца у меня. Доехали они вот в такой коробке за 4 или 5 дней. Пока всё нормально. Спешу их поставить в воду. Розы Габриэль Ок. Терра Лимбургия. И Дафна. Это розочка японской селекции. У всех есть бутончики. Прививка выглядит вот так. Обмотана ленточкой. И здесь вот такая точка прививки. У Дафны помощнее побежек. План такой. Я их хочу поставить сейчас в воду. Наверное на сутки сегодня я не успею посадить. Посажу в горшки семилитровые. И прикопаю в свою рассадную грядку. Скорее всего до следующего года. Чтобы они наращивали корневую. Вот такая куколка. Посылка весилась 3 килограмма. Ну вот действительно каждый саженец приблизительно грамм по 800. И будем наблюдать. Притомник вокруг роз Анны Голубковой. Габриэль Олка конечно не достать. Поэтому собственно ради него и Дафны вся эта эпопея затевалась. Вот так я посадила в горшки семилитровые саженцы. Вот Анны Голубоковой. Вокруг роз немножко нарастила высоту горшка отрезанными бутылками. И вот так надо будет их прикопать в грядку сейчас и притянить. Третий из них. Габриэль Олка. Пролила раствором с фитоспорином и с добавлением одного миллилитра рибав экстра. Корни стимулятора. Вот так я притянила розы из питомника вокруг роз. Высадила их на грядку и закрепила сверху на тросил. Так и горшки не перегреваются когда они прикопаны. И в то же время место на грядке не занимают, потому что я не уверена как они будут себя расти и чувствовать. Продержу их до следующего года. Потом посмотрим. Вот такой вид на сад открывается с этого ракурса. Котовник. Напротив него тоже котовник. И вчера я также подсадила в этот миксбордер тоже по центру котовник. Пробелы заполняются. Срезочная роза каталина лимонно-желтая распустилась. Здесь еще флорентина только готовится к цветению. С этого ракурса очень красиво горит огнем. Моя композиция из двух красных роз. Это робуста и фламентанс. Вот такое у меня здесь подзаборье. Если для кого-то важно сравнить оттенки робуста и фламентанс, то мы можем это сделать. Вот это фламентанс, это робуста. Да, оттенки слегка отличаются. Но я думаю на камере это не будет, как обычно заметно. Но вместе они очень хорошо выглядят. Ушла в тень со срезанными розами. Насыщенного сливового цвета. Это Манстед Вуд. Не знаю, как это будет видно на камере или нет. Манстед Вуд. Это Принц. Далее Твайлайт Зон. Бургунди Айс. И Барон Жоро де Лейн. С вот такой белой каемочкой по краю цветка. У Бургунди Айс белый светлый реверс. Извините за мне маникюр. Так, а это Твайлайт Зон. Припыленные лепестки. Показывает серединку. Принц тоже показывает серединку. Вот такой вид цветка в профиль. Более насыщенные нижние лепестки. Затем светлеют. А у Манстед Вуд равномерный. Темный. Ой, какой же он колючий. Темный цвет. Кочурявый такой красавец. Здесь не хватает роз, которые есть у меня в саду. И тоже похожего цвета. Пепл Лодж. Фальстаф и Биг Пепл. Вот такая компания. Насыщенных цветов. Фиолетово сливово. Сейчас решила дополнить коллекцию вот этих роз. Так, дай бог поймите. Значит, вот этот глазок Бабилон Айс. Это роза Айс Фу Ю. Со сливовой серединкой такой. Синий сливовый. С насыщенным аджентовой сливовой серединкой. Это Энджел Айс. Для тех, кто сомневается или хочет выбрать. Айс Фу Ю. Энджел Айс. И Бабилон Айс. Ну вот и все. Хочу попрощаться с вами на фоне розы Пастелла. Роль Даль и Блю Фу Ю. Всем всего хорошего. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова